Раз, два, три! Старый клуб! Ура! На площади мира все дышит творчеством. Живые скульптуры, портреты и гвоздь программы «Собачье шоу». Его подготовили студенты-первокурсники Института культуры, будущие режиссеры праздников и торжеств. Идея родилась у ребят внезапно, захотелось импровизации, и тогда вместе с руководителем они решили вытащить на улицу огромный ковер и показать прохожим необычное шоу «Почти собачий маскарад». Мы вообще, кафедра эта мобильная, потому что сама природа, праздник, она мобильная, она вот вышел, станцевал или вышел и красиво выстроил физиономию со смыслом. И чтобы люди вокруг тебя останавливались, чтобы они задавали вопросом, это кто, откуда. Это в основе лежит площадное действие. Вот мы попробовали немножко выйти на эту нашу красивую площадь. Мы рады, что люди были, дети пришли, так что хорошо. Молодые таланты постарались подготовить такой номер, который мог бы максимально передать особенности различных пород собак – мопса, овчарки, пуделя и других хвостатых. Студент первого курса Денис Трифон рассказывает, что представление готовили несколько месяцев, жребием определяли для каждого персонажа породу. Денису, к примеру, достался английский мастиф. Говорит, играя его, он испытывает щенячий восторг. У меня порода английский мастиф немного не похожа, потому что он такой укомплектованный, то есть у него жилетка, курточка сверху, шапочка с пингвином, но по сути порода осталась породой, поэтому он довольно такой ленивый, хочет спать. Это было видно на этюде, который мы делали с девочкой, она была мопсом. Тяжело, но мы справились. Подобный маскарад на площади будущие режиссеры представили впервые. Своим представлением они хотели показать полученные за год учебы навыки. Признались, пока нисколько не разочаровались в выборе будущей специальности. К слову, в этом году конкурс на обучение актерскому мастерству, говорит заведующий кафедры, ожидается не менее напряженным, чем в прошлом. По пять человек на место. А у нас в Барнауле можно достать волшебный билет на фабрику в Елевонке? Конечно, можно. Только для этого нужно прийти в Алтайский государственный институт культуры на кафедру театральной режиссуры и актерского мастерства. Культурные встречи с горожанами на открытых площадках станут доброй традицией, заверили преподаватели института. Это практика для студентов и одновременно возможность привлечь потенциальных абитуриентов, мечтающих посвятить себя культуре. Маргарита Гартунг, Николай Шилко, День с толком.